Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, самая страшная в истории нашего народа. В борьбе с фашизмом страна потеряла 26,5 миллионов человек. Память павших сегодня почтили по всей России, а также за рубежом. Самая масштабная акция «Свеча памяти», которая началась в 4 утра. Свечи, цветы, военные фотографии по всей стране. В Екатеринбурге тысячи людей выстроились в слово «помним». Людское море и в Новосибирске, прямо на городской площади. Музыка Шостаковича, его седьмая симфония, ставшая символом сопротивления советского народа в борьбе с фашизмом. Связь поколений. Многие сегодня встали пораньше или вообще не ложились, чтобы зажечь свечи и сказать «Мы помним ваш подвиг». Благодаря этим людям мы не только имеем возможность жить, но также мы имеем возможность видеть то, чему надо учиться. Чести, достоинству. Все вместе благодарят победителей. Ведь почти для каждой семьи память о войне – это личная история. У меня дедушка, он прошел войну полностью. 13-я гвардейская дивизия Родинцева. У меня трясется сейчас голос, потому что в этом году, это 1-го, 9-го мая, который мы встречали без дедушки. Вот, это гордость нашей семьи. Это очень серьезная дата. Нет семьи, которая бы не потеряла своих. 1418 дней кровопролитной войны, 1418 огоньков загорелись этой ночью в Москве, на Поклонной горе и Крымской набережной. А Левтина Лебединская свою свечу поставила рядом с датой 26 февраля 43-го. Признается, кажется, будто это все было вчера. Заносы были большие. Февральские метели на миле. И наша деревенька, где мы во время войны были, она была так в низинке как-то. И были очень большие заносы. И машины никак не могли выехать. И мы вот дети, будучи детьми, где-то 10, 12, 13 лет, и женщины, мы эти машины поднимали и вот так вот выталкивали вверх. Начало войны. Каким оно было? Людей, которые видели все своими глазами и могут рассказать от первого лица, с каждым годом все меньше. Борис Александрович Соколов – единственный оставшийся в живых кинолитописец войны. 22 июня 41-го он работал ассистентом оператора на московской студии кинохроники. В городе Коломне мы должны были снимать тревогу воздушную. 22 числа с утра из руководства города звонок «Подождите выезжать на съемку». В 11 часов выступление Молотова о том, что началась война. И продолжала уже работать в Москве, снимая военную Москву. Кто-то возвращался со школьного выпускного, кто-то чинил застрявший в поле трактор, кто-то просто спал. В то воскресное утро от сообщения, которое передадут по радио, а затем разнесут из уст в уста, было уже не скрыться. От этих слов до сих пор замирает сердце. В глазах кадры кинохроники, бегущие люди, взорванные дома, авиация в небе. Сегодня под проливным дождем, ровно в 4 утра, траурная церемония у стен Кремля. Днем небо просветлело. В 75-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР в Александровском саду Владимир Путин возложил венок из еловых ветвей, красных гвоздик, к вечному огню могилы неизвестного солдата. Цветы также возложили премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, глава администрации президента Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, члены правительства, парламентарии, которые принимали участие в траурной церемонии. В завершении торжественное прохождение войск московского гарнизона. В этот день защитники Брестской крепости возвращаются туда, где все начиналось. Послушать ночное небо, которое на рассвете загудело, тогда еще совсем незнакомыми звуками войны. В июне 41-го Зои Павловне Смирновой было 8. Когда немцы оккупировали Брест, школьница стала помогать партизанам. Однажды несла корзину, на дне которой лежали наган, компас, а сверху обыкновенная кукла, которая и спасла маленькой подпольщице жизнь. За мной следил, как потом я обнаружила один поляк, потом он позвал немца, который мне тоже тыкал в корзину, что там. Ну и в конце концов я разревелась, подняла эту куклу и подаю немцу. Говорю, лялька, играть иду. Не побоявшись провокаций националистов в Киеве, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, просто жители украинской столицы возложили сегодня цветы и венки к памятнику жертвам фашизма в Бабьем Яру. А вот посол Украины в Германии, так же как и посол Грузии, демонстративно бойкотировали памятный российско-германский вечер в Берлинском кафедральном соборе. Хотя в числе послов других государств и получили приглашение из нашего дипредставительства. Вспоминали сегодня павших и на территории бывшего концлагеря Берген-Бельзен, где захоронены десятки тысяч советских военнопленных. Война закончилась, и мы должны помнить о произошедшем. Все люди во всем мире должны. И я хочу оставить здесь эту свечу как символ мира. Это уже традиция. Бумажные кораблики мечты выходят в море с графской пристани Севастополя в честь выпускников 41-го года, которые так и не успели совершить главный школьный ритуал – отправить в море бумажный кораблик. А это уже берег реки Брусянка в Свердловской области. Белые лодочки – символ памяти – отправляются по воде в этот самый ранний рассвет в году.